Добрый вечер! 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 После пленарной частки депутаты наведали детящее отделение районной больницы. С уместными намаганиями за кошт сродков бюджета и финансовой допомоги от предприемства выкананный косметичный ремонт. Это уже не казенные палаты с ложкомесцами, а саправдные детячие покои. Герои любимых мультфильмов заражают маленьких пациентов позитивом и настроивают на выздоровление. Парадовал своим сучасным выглядом и городский стадион, на яким же цёбье ключом. Энергии юных спортсменов можно по-доброму пазайздройстить. Не глядячи на спякоту, тренировки идут полным ходом. Тым часом маленькие актеры удостоились аплодисментов за театральную постановку на тему пожарной безпеки в лесе. Нагадывать лишний раз гэтым детям, что запалки не цацка, нема потребы. Выники выездного посаджения комиссии по законности и правопорадку подводились на территорию районам, усудковским сельским выконками. Смотровые комиссии, которые в этом году получили второе дыхание, причём такое очень мощное, они свою задачу и выполняют. Благодаря этому, если брать, допустим, по Хоникскому району, здесь существенно снижено количество пожаров в жилом секторе, существенно снижено количество погибших. И вот цель нашей выездной комиссии – показать этот хороший, добрый опыт в этом направлении. Руслан Пролясковский, Максим Савин, Игорь Марышин, Котелерадо, компания «Гомель». Завтра, 25 лепеня, на Гомельшине протягнется практика промога диалогу с жахарами в области. У субботу пройдут черговые телефонные линии. В нашем регионе на питание граждан будет отказывать наместник старшини Гомельского обл. выконкама Владимир Владимирович Горбачев. Номер телефона промой линии – 75 12 37. Звонки принимают с 9 до 12 годин. У Гомельским городским выконавчим комитете 25 лепеня промой линии проведет наместник старшини Сергей Анатольевич Радюк. Звернуться можно по номеру телефона 75 18 54. Примать с вороты граждан, які, звичайно, будуть так само у районных администрациях и райвыконкамах. На предприемстве «Гомель Энерго» у рамках погоднения об стратегичном супрацовнестве по межроссийской компании «Россети» и «БелЭнерго» отбылась супраць аварийная тренировка зуделом специалистов приграничных регионов. Об тем, что «Энергия не ведая межаў» упыўнилися наши корреспонденты. Хотя белорусские и российские энергетики живуть по разной абаке державной мяжи, клопоту их одзіны. Забяспечить насельництва безперабойной падачей электроэнергии. Тому и МЭТу ставили перед собой агульную адпрацаваць злажаный механизм ўзаимадзеяне розных структур энергосістэм ў выпадку раптовных стыхийных бедствоў. Меропрыемства проводілася ў рамках погоднения об стратегичном супрацовнецтве поміж «БелЭнерго» и российской компанией «Россети», якое было подписано ў пачатку бягучага года. Одним из направлений этого стратегического соглашэня – это как раз взаимодействие по оперативным технологическим вопросам. Мы подготовили уже более детально по всем направлениям, в том числе по оперативно-технологическому ряду, уже детальных направлений, что нам интересно. Одним из важных моментов, который сегодня как раз отрабатываем, сегодня и завтра будем отрабатывать, это вопрос взаимодействия, взаимопомощи при ликвидациях массово-технологических нарушений. Эти моменты расцениваю очень положительно, потому что это важный момент, потому что мы, как энергетики, должны друг другу помогать. Мы и помогаем, и дальше мы будем смотреть момент аналогичный только уже на российской территории. В ходе проведения супраць аварийной тренировки был организован оперативный штаб на базе РУП «Гомелинэрга», где и отбывалась координация взаимодействия разных структур. В полеагенде пять аварийно-работных брыгат, Добружская РЭС, Рэчицких электросеток, Белселегазбуд, Могилёва «Нэрга» и Бранцка «Нэрга» прибыли у Добружский район для ликвидации умовных массовых отключэннях. Дарэча подобная ситуация назиралася у Добружским районе минавіта у минулым годзе, калі стыхийный смерч литеральна знішаў ўсё на сваім шляху. Удзельніки меропрыемства на протягу двух дзён подрабязно вывучали, апрацовывали механізмы узаймадзеяния розных энергосистэм беларускага и российскага персоналу, знайомилися зазнашэнням оперативных бригад і технікой, якая завжды приходзіць на допамогу енергетикам, обмінювалися в опытом. Я считаю, что это очень важное мероприятие, потому что, чтобы быть в хорошей форме, надо тренироваться, вот, надо тренироваться. А даже несмотря на то, что если стихия, то все ждут как можно быстрее подачи энергии, опять, сейчас же практически невозможно без электроэнергии, вы знаете, очень много проблем. Поэтому мы постоянно готовимся к тому, чтобы минимизировать время отключения наших потребителей. При подведении выника у двухдзённой работы усе отзначили агульную корысть суместных тренировок и ушарговый раз подкреслили, что энергия, як і дружба, не ведуть межаў. Наступную сустрэчу заплановали ў жниўне месяце ў Псковской в области на бяжи з Витебшиной. Тамара Бялицкая, Александр Гавейка, Сергей Лукашук, Дмитрий Радзянка, Телерадоя компания «Гомель». У Палаца Румянцевых и Паскевичево открылась выстава, присвеченная узнавленню культурной спадшины ў итальянскім регионе Эмилия Раманья пасля землетрасеня. У першыню экспозиция была представлена ў минулым годзе ў миланскім выставочным комплексе Триенале, дзе отрымала великий громадский резонанс. Зараз ознайоміцца з мультимедийной выставай змогу ціже хары обласного центра. Аутарскі фото і видеоздымкі распавядаюць об наступствах землетрасени, якой нанесла значныя страты регіону Эмилия Раманья. Основной темой гэтага опавядання стали эмоции простых людзей. Природная стахія забрала шмат чалавецьых життів, закранула развитёй экономіки і культуры. На віставі, якая будзе дзенішаць до 16-го жнюня, можна пазнаёміцца саздымками з чатырох провінцій, які патярпілі ў 2012-м годзе. Рушилися здання, в тому числе погибали пам'ятники іскусства. Італьянці сумели собрать свої сили, методично поднять обломки, останки, всё це восстановити і привести к прежнему виду, тому що ці произведення іскусства не мають ціни і равних. Біли розроблені спеціальні методики для цього, і їм хотілося поділитися з іншими людьми, з іншими країнами, як вони це суміли зробити, цьому і посвіщена, по сути дела, выставка. У Гомеля відбувалося урочистое відкриття нового фірменного магазина керамічного плітку і санітарної керамики «Керамин». Святочна программа відкриття салона-магазина на проспекці Костричника 29А супроводжалася цікавими гульнями, конкурсами і подарунками. Таке, саправді, яркое шоу, організованне компанією «Керамин», гомельшанам запомнится надолго. Вероніка Ворошилина з подроблязностями. Новий салон кераміческой плітки і санітарної керамики «Керамин» – це реконструйований торговий об'єкт, существовавшого здесь рані фірменного магазина компанії. За п'ять лет он стал весьма любим і узнаваєм гомельчанами, а потому було принято решення не менять адрес, а благодаря современному технологіям і дизайну вдохнути в це здання нову життя. Дамі і господі, дружині, дружині, я, второй магазин компанії «Керамин» торжественно открыт. Новий салон «Магазин «Керамин»» представляет респектабельные коллекции керамической плітки і керамогранита, изысканную санітарну керамику, в тому числе новинки 2015 года. Торговля здесь организована в современном формате. Продукція не лежит хаотично на стеллажах, она наглядно представлена в живых інтерьерах. Человеку это удобно, он может, выбрав некую коллекцию, представить себе, как это будет в інтерьере его квартиры. Поэтому, ну вот, все это делается для того, чтобы максимально было удобно, во-первых, представить наш продукт, а во-вторых, чтобы человеку было удобно его выбирать. Фірменная керамическая плітка, предназначенная для внутренней и внешней отделки помещений разного назначения, здесь представлена многообразием самого модного и сложного дизайна. Санітарная керамика – это стопроцентный фарфор, который прослужит вам долгие годы. В новом салоне-магазине «Керамин» покупатели ждут готовые идеи для оформления интерьера, а также полный спектр фирменных услуг. От рекомендаций опытного консультанта до бесплатной профессиональной разработки 3D-дизайн проекта помещения и расчета необходимого количества продукции. У нас есть бесплатный дизайн проект, который рисуется для всех покупателей, даже если вы не сегодня будете приобретать товар, либо вы еще в раздумьях. У нас есть доставка, есть подъемный этаж, есть послепродажное обслуживание. То есть в наших магазинах есть вся сопутствующая продукция, которая необходима для ремонта вашего санузла. Фирменная продукция компании «Керамин» завоевала оправданный авторитет как на белорусском рынке, так и далеко за его пределами. Высокий уровень обслуживания и широкий ассортимент высококачественных товаров призваны удовлетворять запросы даже самых взыскательных клиентов. В день открытия нового салона магазина «Керамин» покупатели ждали скидки. К слову, подобные приятные сюрпризы тут будут предусмотрены и в дальнейшем. У нас постоянно проходят какие-то и скидочные мероприятия, и акционные, и рекламные. Так что мы будем очень рады видеть всех. И я думаю, что мы найдем что-то такое особенное для каждого. Спешите создать уют у себя дома. Новый салон-магазин «Керамин» в Гомеле расположился по адресу. Проспект Октября, 29А. В будние дни он открыт с 9 до 20 часов. В субботу с 10 до 19. В воскресенье с 10 до 18 часов. Вероника Ворошилина, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом вечерний выпуск завершенный. У студии для вас працавала Святлана Князева. Приемного усім вечера и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова